Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Кошки, как и любые животные, имеют для общения между собой особый язык. Как мяукающие общаются друг с другом? В этом видео мы не только ответим на этот вопрос, но и расскажем интересные факты об общении кошек друг с другом. У кошек существует три основных способа коммуникации – вокализация, язык тела и запахи. Между собой мяукающие питомцы, как правило, разговаривают с помощью различных звуков, поз и ароматов. Мы подробно изучили эту тему и готовы представить вам пять интересных фактов об общении кошек друг с другом. Кошки используют мяуканье преимущественно для общения с хозяином, так им проще привлечь его внимание. В дикой природе взрослые кошки вообще не мяукают. Этот звук издают только котята, чтобы подать сигнал маме кошки о том, что пора кормить их молоком. Кстати, кошки могут мяукать с разной интонацией в зависимости от того, что им нужно от владельца. Исследования подтвердили, что человек способен понимать и правильно интерпретировать интонацию мяукающего питомца. Мурлыканье выражает широкий спектр эмоций кошек, а не только удовольствие, как принято считать. Например, кошки могут мурлыкать, чтобы найти себе партнера. Также взрослые кошки мурчат, чтобы пригласить собратьев поиграть. Кроме этого, котята начинают мурлыкать в первые дни после рождения. Это помогает матери установить местонахождение детенышей и покормить их, а самим котятам успокоиться. Хвост выполняет ряд важных задач в коммуникации кошек. С помощью него мяукающие общаются и с людьми, и со своими сородичами. Положением хвоста кошки могут выражать самые разные эмоции. Например, колышущийся взад-вперед хвост означает раздражение, а поднятый вверх быстрым и резким движением хвост выражает приветствие. Если же у мяукающего хвост задран над головой, то это сигнал доминирования. Так питомец сообщает окрестным котам и кошкам, что он здесь главный. Кошки общаются с помощью запахов, а конкретно помечают друг друга. Если встречаются две знакомые кошки, не трутся носами и телами, оставляя друг на друге немного своего аромата. Дело в том, что у кошек есть особые участки кожи на подбородке, губах, висках и у основания хвоста, где расположены сальные железы. Маслянистый секрет, который они вырабатывают, индивидуален у каждого животного. Это его визитная карточка. Этот секрет кошки используют, чтобы метить территорию вокруг себя других животных и людей, которых считают членами своей группы. Кошки используют язык тела для общения друг с другом. Например, в знак приветствия мяукающие качают головой из стороны в сторону. Если у кошки уши прижаты к голове, значит она чем-то раздражена и недовольна. Расширенные зрачки и опущенная голова – сигнал угрозы. Если ваш питомец принимает такую позу, неотрывно смотрит на вас или другое животное, он предупреждает, что его лучше не трогать. Таковы интересные факты об общении кошек друг с другом, которые еще раз доказывают, что даже таким хорошо знакомым нам животным, как кошкам, есть чем удивить своих хозяев. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!